Всем привет, уважаемые гости и подписчики канала Сравним. Сегодня у меня для вас еще один старенький и для кого-то горячо любимый сериал, который я наверняка уверен смотрели многие из вас, или хотя бы слышали. Кто-то впервые посмотрел его на НТВ в начале 90-х, ну или на ТВ-6, а кто-то гораздо позже, уже на СТС. Но так или иначе, слова Беверли Хиллз 90-210 стали символом ноль целого поколения. Ведь сериал шел долгих 10 лет, а потом переродился, и в 2008 году еще на 5 лет напомнил о себе уже другому поколению. Сегодня я вспомню старый Беверли Хиллз 90-210 и его актеров тогда и сейчас. В своем телеграм-канале я выложу еще что-то интересное по этому сериалу, так что подписывайтесь, ссылка будет в закрепленном комментарии и в описании ролика. Пишите в комментариях, помните ли вы этот сериал, и смотрели ли вы его вообще. Приятного просмотра и воспоминаний. Парень такой же сумасшедший, как и я. Мне было 10, когда я снялся в фильме вместе с Стариком Богортом. Начну я с Джо Татта, одного из заметных актеров сериала Беверли Хиллз 90-210, который сыграл практически во всех сериях роль Нета Бусидчо, владельца кафе Персиковая косточка. Для опытного 54-летнего актера данная роль, конечно же, была не первой, но именно она стала определяющей во его карьере, потому как после нее Джо и получил всемирную известность. До и после актер играл различные мелкие роли в крупных и мелких сериалах и за свою жизнь так и не сыграет ни одной главной роли в кино. Сниматься актер перестанет в 2014 году, а в 2022 году Джо Татта не станет в возрасте 85 лет. Брэндон Уолш был сыгран 11-летним Джейсоном Пристли. Его герой также был одним из основных персонажей сериала и засветился в 245 эпизодах. Для Джейсона данная роль была также не первой, но также стала первой, после которой актер во весь голос заявил о себе, и обратил внимание на свою персону. Предложение о съемках не заставит себя ждать, и будучи актером в Беверли-Хиллз, Джейсон снимается в главной роли боевика Хладнокровной, весьма тепло принятого зрителями, а уже после окончания съемок в Беверли он сыграет в музыкальной драме «Внимание!» нецензурное выражение, также играя ведущую роль. Сейчас Джейсону Пристли 54 года, и он продолжает сниматься в кино, играя в различных по величине персонажах в маловызвестных киновентах. Роль экранной матери Джейсона, Синди Уолш, была поручена исполнить Кэрол Поттер, 42-летней актрисе, для которой Беверли-Хиллз 90-210 так и останется самой крупной ролью за всю ее карьеру. До нее актриса играет мелких персонажей в сериалах и фильмах, но и после будет также играть различных героев эпизода, вплоть до 2021 года, после чего оставит съемочную площадку. Сейчас Карл Поттер 75 лет. Каждый раз, когда кто-то просится поработать в школьной газете, я спрашиваю, ты подготовишь материал по ватерпольному матчу среди девушек или по токсичным отходам? И еще никто не выбирал токсичные отходы. Габриэль Картерис исполнила роль Андреа Цукерман, сыграв в 147 эпизодах, как и предыдущая актриса Кэрол Поттер. Для 29-летней женщины данная роль также станет самой звездной ролью в кино за всю ее текущую карьеру. Но разве что можно вспомнить фильм «12 рождественских желаний», где Габриэль исполнит главную женскую роль. Однако в итоге именно Андреа Цукерман и будет той ролью, которой актриса заработала себе славу. Сейчас Габриэль Картерис 63 года, и она с 2022 года не снимается в кино. Красавицу Шеннон Дуарти, я думаю, все знают благодаря нескольким проектам. Это и фильм «Смертельное влечение», и «Беверли Хиллз 90-210», ну и, конечно же, это сериал «Зачарованные», в котором актриса сыграет одну из ведущих ролей. В «Беверли Хиллз» Шеннон также сыграла одну из ведущих ролей, и ее бренда Уолш отметилась в 111 эпизодах. Затем актриса продолжит играть в фильмах и сериалах от главных до мелких ролей. Однако после 2010 года у актрисы будет 8-летний провал в карьере, где она сыграет много плохих ролей в ведурных проектах. Но с 2018 года Шеннон Дуарти напомнила о себе крепкими кинопроектами «Никто не хотел говорить» и ремейка «Беверли Хиллз 90-210» в 2019 году. Сейчас Шеннон 52 года, и ее последняя роль была сыграна в фильме «Взрывная игра» 2022 года. Это посредственный боевик с Мэлом Гибсон. И пока все, но в планах есть еще несколько проектов. Начни с этих выходных, пляж будет местом действия. Дженни Гарт была в «Беверли Хиллз 90-210» центральным персонажем, который появляется практически во всех эпизодах, кроме одного. Юная 18-летняя актриса в сериале сыграла роль Келли Тейлор, и именно благодаря данной роли прославилась в мире кино. После окончания съемок у девушки практически не будет ролей в крупных проектах, но тем не менее карьеру она не оставит, продолжив сниматься в мелких ролях вплоть до 2022 года, после чего пропадет с киноэкранов. Сейчас Дженни Гарт 51 год, а совсем скоро уже будет 52. А это еще один из немногих героев, который смог воспользоваться популярностью в «Беверли Хиллз 90-210» и сыграть много заметных ролей. Джеймса Экхауса до съемок в сериале практически никто не знал, зато во время и после исполнения роли Джима Уолша 35-летний актер появится в фильмах «Защищай твою жизнь», «Джуниор», «Истинные ценности» и других известных кинолентах. Сейчас Джеймсу 69 лет, и он продолжает сниматься в кино на второстепенных ролях, изредка играя в локальных фильмах крупные роли. Тиффани Тиссон сыграла Валеры Меллоун, появившись впервые в «Беверли Хиллз 90-210» в пятом сезоне, первая серия которого стала одной из самых рейтинговых серий за все время существования сериала. На тот момент актрисе было 20 лет, и данная роль была первой крупной ролью Тиффани в кино, и долго будет оставаться таковой, пока в 2009 году не выйдет интереснейший сериал «Белый воротничок», в котором актриса сыграет заметную роль. Сейчас Тиффани Тиссон 50 лет, и она после 2022 года, как и многие актеры, о которых я тут говорил, перестала сниматься в кино. Ян Зиринг – это еще одно главное действующее лицо сериала, один из четырех актеров, сыгравший в 292 эпизодах «Беверли Хиллз 90-210». 26-летний актер исполнил роль Стива Сандерса, и к тому времени был достаточно узнаваемым актером, благодаря роли в фильме «Бесконечная любовь». Однако в дальнейшем, после съемок в «Беверли», с карьерой у актера не заладится, и он окунется в игру эпизодических персонажей, появившись в 2009 году в заметной роли малоизвестного фильма «Рождественская надежда», и вновь уйдет в фильме категории «Б». Сейчас Яну Зирингу 59 лет, и он продолжает сниматься в кино. Клэр Арнольд в исполнении Кэтлин Робертсон появлялась в сериале в 99 эпизодах, начиная с пятого сезона. В то время 21-летнюю актрису никто не знал, так как все ее роли были малоприметны. Зато после съемок в сериале на Кэтлин обратят внимание и чаще будут приглашать на более заметные роли, пускай и не в очень больших кинопроектах, но все же. Особняком здесь стоит фильм «Роскошная жизнь» 99-го года, где актриса сыграет главную роль, правда после него она не сыграет главных ролей еще 10 лет, и запомнится своим появлением в сериале «Босс» в роли Китти О'Нилл и Хильди Меллиган в фильме «Убийство первой степени». Сейчас Кэтлин Робертсон 50 лет, и она не снимается в кино. Угадайте с какого года. Правильно, с 2022-го. Невысокий, коленастый, по-моему, подросток. Лет 18, не старше 19. Дин! А это еще один персонаж, который появился под конец жизни сериала. Плейбой-миллионер Ной Хантер, сыгранный Винсентом Янгом, 33-летним актером, малоизвестным до этого, и ничем неизвестным, кроме съемок в Беверли-Хиллз 90-210. За всю свою карьеру он сыграет всего в 16 кинолентах. Последней крупной ролью станет проваленная вторая часть «Плана побега». Сейчас Винсенту Янгу 59 лет, и он увлекается живописью и занимается благотворительностью. Это правда, что опыта у меня немного, но я владею компьютерной версткой и знаю графические программы. Еще меньше, в 71-м эпизоде, сыграла Линдсей Прайс, исполнившая роль Жанет в возрасте 22 лет. Тогда об актрисе мало кто слышал, да и после съемок в Беверли-Хиллз ее не то чтобы начали зазывать на ведущие роли. Актриса играла в различных эпизодах сериалов и фильмов вплоть до 2009 года, когда ее пригласили на заметную роль в сериал «Истрик», который, по сути, и стал последней заметной работой актрисы на текущий момент. Сейчас Линдсей 47 лет, и она с 2021 года не снимается в кино. А модница Донни Мартин я не забыл. Тори Спеллинг – еще одна из немногих актрис, героиня которой просуществовала весь сериал от начала до конца. На тот момент юной девушке было всего 17 лет, но за ее плечами уже было с десяток ролей. Но именно роль в Беверли-Хиллз 90-210 сделала ее всемирно узнаваемой. И пока сериал не закончился, актриса весьма успешно снималась в полном метре. А вот после закрытия сериала, она как-то быстро растеряет всю свою популярность и не примет участие ни в одной стоящей работе, не связанной с Беверли-Хиллз. Сейчас Тори Спеллинг 50 лет, и она уже давно не снимается в крупных проектах, перебиваясь ролями в короткометражках. Люк Перри и его герой Дилан МакКей просуществовал в сериале 199 эпизодов. 24-летний актер проставился благодаря данной роли, и долгое время ассоциировался только с сериалом Беверли-Хиллз 90-210, пока не вышел сериал «Ривердейл», где он сыграл роль Фреда Эндрюса. Последней ролью в кино для Люка станет небольшая роль Уэйна Маундера в известнейшем фильме «Однажды в Голливуде». И не дождавшись выхода этого фильма, актер скончается от инсульта в возрасте 52 лет. Брайан Остин Грин – последний из четверки, которого показывали в сериале от начала до конца. Его героя звали Дэвид Сильвер, и на тот момент актеру было 17 лет. Роль в сериале прославила его на весь мир, как и остальных главных действующих лиц. Брайан сыграет несколько главных ролей в «Полнометре» помимо съемок в сериале, а после его окончания будет сниматься в различных фильмах и сериалах, играя мелкие роли. Более-менее заметная роль у актера будет в сериале «Терминатор. Битва за будущее», где он появляется в образе Дерека Риза. И больше, пожалуй, кроме Ромейка и Беверли-Хиллз в 2019 году не запомнится. Сейчас Брайану Остину Грину 50 лет, и он продолжает сниматься в кино. Вот и все на этом. Спасибо за просмотр и за палец вверх. Буду рад, если поделитесь роликом с друзьями. И подпишитесь на канал. До скорых встреч!